Маронь, ну шесть утра, ну пожалуйста. Ну что тебе нужно? Я спать хочу? Ай! Собака! Всем доброе утро! Прошлые выходные показывала вам, как здесь бились волны. Дорогу это часто перекрывают, потому что когда такие волны, выбрасывают все на тротуар, на проезжую часть, все было засыпано камнями, даже перекрыли дорогу. Сейчас только вот видите, песок черный тоже здесь. Ну что, вулкана не видно вообще. То есть чуть подняться отсюда, от уровня океана и нет ничего. Ну и как я говорила вчера, это уже не Калима. Точнее Калима, но не только она. Здесь у нас тоже, конечно, в зависимости от порыва ветра, периодически порывы ветра приносят запах гари. Это именно с севера, с горящих лесов. И то, что я вам говорила, что соседи, ну точнее первая моя мысль была, что соседи мне засыпают этот балкон пеплом, а вторая мысль была правильная, да, что это пепел с горящих лесов. И это так оно и есть. Мы сегодня утром вышли, и все машины у нас засыпаны пеплом. Муж говорит, вот, блин, соседи собаки. Я говорю, ты знаешь, какие бы собаки они не были, у них легких не хватит. Так что, это, прокурить все так, чтобы засыпать пеплом всю улицу. Так что, да, и то, что я видела сегодня в новостях, это просто мне прям слезы наворачивались. Конечно, опять же, обидно, да, обидно, страшно, вообще жалко людей, их собственность, жалко природу, животных, всех жалко, но и себя жалко тоже. Почему нужно себя исключать из этого всего? Похоже, что, во всяком случае, те видео, которые я видела, там, где огонь уже находится непосредственно, да, в непосредственной близи от деревушки, в которой я, в принципе, мечтала купить домик, домик, это был конкретный домик, где огонь непосредственно уже к ним подобрался, да, я не знаю, я не уверена, конечно, точнее, у меня практически нет никакой надежды на то, что там справились с огнем, и он не дошел до этих домов, не дошел до этого отельчика, да, хозяина, которого я знаю, и даже если не дошел до них конкретно, все равно весь лес вокруг, где я гуляла, где вот эти вот, можете посмотреть, 4 дня в лесу, у меня там была серия видео, это как раз там, и больше этого нет, да. Там, конечно, не выжженная земля, просто как пепелище, да, без ничего, скорее всего, все равно там есть деревья, да, вот именно паленые, потому что на Канарах обычно так лес не горит, когда, да, просто до пеньков, до основания, да, но это ужасно грустно, и вообще можете посмотреть эти видео, когда там все было хорошо, и я, наверное, прикреплю ссылку на Facebook, если кто сможет посмотреть, или на YouTube, на то, что там стало, в смысле процесс, как там все горит, в общем, ну, в общем, жесть. Спасибо. 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 Это не какашка, ребята, это выброшенный морской огурец. Какой он жуткий. Он, правда, потерял в цвете, конечно, в мертвом виде, мертвый вид никого не красит, скажем так. Только не трогай меня, пожалуйста. Ой, он еще живой, по-моему. Видите, он дышит. А как его отнести туда? Прям до большой воды я тебя не отнесу. Сейчас я его отнесу в водичку. Ну, пока мы так найдем. Давай, плыви. Тебя съедят раньше, чем уплывешь. Будь медлительный-то. Какой удар бедный я встал. Какой удар бедный я встал. Окрас same, нежно и нежно. Я не знаю, что он не думает и нежно. Какой удар бедный я встал. Какой удар бедный я встал, так я не знаю. А ну вот это, может, смотри. А ну так, как это было. Ладно, у меня нет сил ждать, сидеть тут Пока он оклемается Сразу вам скажу, что он И когда с ним все хорошо Он не особо бодрый Ладно, давай приходи в себя И вали куда-нибудь туда Подальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попила вкусного кофеечка Мне ее приготовила итальянка В какой-то веке нормальная пенка И вообще нормальное соотношение кофе, молока Хорошее молоко За такое не жалко оставить чаевые нормальные Я всегда за такое оставляю хорошие чаевые Кстати, было один раз, когда Мне приготовили именно капучино Там была великолепная пенка Капучино стоило евро 20 И я ставила 1 евро чаевых То есть практически равная стоимость этого капучино Потому что я настолько была поражена Качеством изготовления Что мне было не жалко Оставить такую же сумму на чаевые Смотрите, какие тут холмы сделаны Они мягкие В смысле, сами они не совсем мягкие Само вот это покрытие резиновое Но у вас тоже давно уже такое Что-то бы лезть на сторожевую башню Тоже неплохое такое изобретение Лодка, имитация, смотрите Если в неё залезть Вот она на цепи подвешена Будет практически имитация плавания Даже у неё, видите, этот штурвал Или как его Короче, руль есть Наверное, тот, который в реале Поворачивает этот винт Туда-сюда Вот так вот на улице И смотрите на бардак за ним Висит пакет Что там может быть? На самом деле здесь находится бар И скорее всего здесь хлеб Не знаю, не уверена, что это хлеб Но очень часто Вот, например, в деревнях Где нетуристические Там икот Делос Бинус Где вот живёт бабушка мужа Им просто вот Доставщик хлеба Вешает хлеб на дверь Просто в пакетике И, видимо, не воруют Раз это всё ещё практикуют Потом, когда поедем Вам засниму обязательно А у кого не получается вырастить кактус в горшке Вот, учитесь у профессионалов Смотрите, какой гигант вырастили На самом деле я шучу, конечно Такой В искусственной подсветке И создавая ему Это специальные условия В общем, очень сложно вырастить Тут климат решает Всё практически Ну, это гигант, конечно, мощный Красивый Такой ровный практически весь Супер Вы только посмотрите Из него ещё и торчит нож Он выдержал нападение зверское Да, выживаемость у этого кактуса на высоте Это, видимо, традиционный памятник Монумент для рыбацкой деревни Здесь, конечно, как-то Ну, понятное дело, что это Монумент рыбакам Читать сложно Ну, в общем, да Написано, что это монумент рыбакам Они, видимо, здесь вяжут сети Всей семьёй причём, да Мама, папа и малыш Следующее поколение На самой верхушке сидит попугай зелёный И орёт Чё ты орёшь? Твои улетели уже Давай за ними Это, кстати, араукария Смотрите, какие у неё шишки круглые Необычные Только не всегда очень высоко Мне нужно из этой деревни Из соседней Лазгайетас Где я сейчас нахожусь Похоже, бежать домой Но не прям бежать Но двигать к дому Потому что мне пришло три сообщения Аж три сообщения От почтовой компании Как это? От доставщиков, да? Даже не знаю Это не почтовая компания Это просто Как они называются-то? В общем, доставщики Которые У которых с Алиэкспрессом Похожий контракт И они занимаются Обычной доставкой Почты именно с Алиэкспресса Мне пришло аж три письма О том, что Да, мне должно прийти Три посылки Три пакета Один я уже пропустила Была на работе вчера Надо не пропустить эти три Но опять же Гарантий нет никаких Что их доставят сегодня Но всё равно Надо двигать к дому Надо отдохнуть Заснула опять в три часа утра Потом меня будили кошки в шесть Потом они меня будили в семь И да Поэтому Всё равно Нужно день Хотя бы так Немножко отлёживаться Пойду отлёживаться И ждать мои пакетики Когда я шла в другую сторону Тут рядом с рыбным рыночком Продавали манго По-моему до сих пор стоит Мужчина Интересно, какой ценник Пропустим девушку Да Сезон манго уже в разгаре Нет, ну вы посмотрите на эту Она нормальная Здесь Больше трёх килограмм манго Причём Продают их здесь Дороже, чем в магазине Я вчера покупала по 2,25 А здесь 2,50 И вот Видите Да, вот это Тротуар И вот мне нужно пройти Туда, туда, туда До следующей деревни И через всю деревню Нужно пройти до самого конца И я буду переть с собой Вот эти вот Больше трёх килограмм манго Нормальная, нет? На самом деле Я вам объясню, почему Я взяла подороже Потому что в магазине Манго маленькие были Да Я всё-таки Пока что люблю Мне надо побольше Такое помощнее Такое Дорого-богато Это и не значит Что мелкие манго Они плохие Тем более Что я вам показывала уже Манго И мы с вами пробовали Те, которые В отеле выросли У соседки И они Очень маленькие манго Но они абсолютно нормальные Да Но всё-таки Мы там что-то прикидываем Там, да Все, наверное Размер косточки Там Процент мякоти Что чем больше манго Тем Больше процент мякоти Да То есть Больше Меньше теряется И думаю Что на самом деле Это так И в общем Теперь мне тащить до дома Вот этот вес Мне прям такое По весу кажется Ну вот В руке Мне кажется Что это вообще Четыре килограмма Блин Погуляла Присела с манго Передохнуть На полпути Мы с манго Любуемся пляжем Помните Как в фильме По-моему Это Амели Он назывался И она По-моему Возила с собой Садового гнома Чтобы он Типа Повидал мир Что хозяин Его никуда Не выходил А садового гнома Его она Украла И Везде С собой возила А я буду Дура с манго Я и манго Любуемся пляжем Я и манго Загораем И все В таком духе Кстати Хотела показать Вам термос У меня такой Муж мне подарил Маловат он Правда Но вот Чтобы засунуть Его В карман Да Шорт Я буквально Даже В задний карман Шорт Его запихиваю И в общем Вполне комфортно И он держит Температуру воды В такой жаре 4-5 часов Прямо держит Ее холодной Прямо держит Ее холодной И потом Еще Гораздо Холоднее Комнатной Температуры Еще Много часов До 8 часов Все очень Крутой Вы знаете Что у нас Сейчас на севере Горят леса Очень обильно И настолько Обильно они горят Что даже Весь юг Засыпало Пеплом Посмотрите Все машины Покрыты Пеплом Видите Вся крыша Вот такое У нас Горе Сейчас горят Именно те места Куда я ходила За грибами Это все Пепел Вот и первый Пакетик С Алиэкспресс Приехал Заказывала Вот такой Микрофончик Потому что Что-то у меня Этот Микрофон Телефон Как-то не очень Тянет Особо Он плохо Тянет Когда я Снимаю Себя Со стороны Да Видимо Там более Отдаленные На вытянутой руке Так Соседи Продолжают Делать ремонт Точнее Строить дом Поэтому Шума Не избежать Кстати Слышала Про Программы Даже не то Что программы А какие-то сайты Где Можно Через которые Можно прогнать Видео Да И Лишить его Этой Шумов Надо будет Попробовать В общем Да Такой микрофончик Решила тоже Попробовать Боа Неплохая фирма У меня уже был Такой Проводной Этот петличка И буду сегодня Пробовать Посмотрим В коробочке У нас здесь Что Это кстати С Алиэкспресса Подпишу вам Цену Если кому интересно Особенно После пробы Если будет интересно Боа Даже Приклеены Бумажечки Ладно Давайте Достанем его Да Вот такой Микрофон Петличка Надо Какой-нибудь Может Ветрозащита У меня По-моему Ой По-моему У меня была Другого микрофона А вот Эта штука Вставляется В телефон И Обеспечивает Связь Я боюсь Так Что это Такое Боюсь Таких Штук Потому что Если Збойнет То Можно Лишиться Аудио Что Неприятно Вообще Так что Да Сегодня Буду Поробовать Надо Куда-нибудь Выйти Да На ветреное Поле И Увидим Сразу Результат Так Я подключила Этот Микрофон Так что Сейчас Будет Первая Проба И Оказывается У него Здесь Есть Кнопочка Сейчас Он На мне На нем Есть Кнопочка Уменьшение Шума Подавление Шума Тоже Надо Будет Попробовать Интересная Функция Наверняка Это Уменьшить Звук Сейчас Прямо Буду Пробовать В программе Посмотрю На сколько Разница В громкости Звука Просто С телефона Из Микрофона Я Залезла На холм С Ведьмин Кругом Для того Чтобы Сделать Пробу Микрофона Пока Сейчас Записываю На Микрофон Телефона Буду Сейчас Делать Залезу Вот В этот Ведьмин Круг Такая Ведьма Как я Должна Неплохо Себя Здесь Чувствовать Комфортно И буду Делать Разные Пробы Микрофона Так Ох Как хорошо Прямо Как дома Не знаю Что за Круг Ну что Приступим К пробам Так Первая Проба Будет Вот С Такой Мохнаткой Которая У меня осталась У другого Микрофона Попробую Не плотно Она сидит Но Думаю Для Пробы Мне сгодится Подключаю Ну что Как вам Ветер Завывает Немножечко Как-то К сожалению Не очень Хотелось бы По полной Программе Пробу Выполнить Да Вот сейчас Побольше Завывает Задувает И Сейчас Я говорю Как я обычно Говорю на камеру Да Без микрофона Сейчас буду Говорить Своим Обычным Голосом Не повышая Голос Очень тоже Для меня Это важно Чтобы не кричать А чтобы Комфортно Снимать И еще Хочу Дождаться Самолета Чтобы Посмотреть Насколько Он Это Мохнатка Давит Шум И Насколько Сам Микрофон Хорошо Работает В таком Шуме Да Я Конечно Сейчас На закате Здесь Практически У меня Мама Всегда Говорит Ну вот Как ночь Так Ты куда Нибудь Намылишься Это Правда Смотрите Какая Пелена На всем Очень Красиво Но Но Печально Потому Что Мы Все Понимаем От Чего Это В воздухе Периодически При определенном Порыве ветра Пахнет Гарью Не знаю Это Именно От Прилетает Севера Или Это Просто Кто-то Что-то Подкоптил Слишком Сильно Так Летит Самолетик Будем Делать Пробу Шумовую Да Надо же Попробовать Наверное Говорить Еще Пока Летит Самолет Насколько Это Насколько Сильно Микрофон Глушит Этот Звук И Насколько Хорошо Меня Слышно На этом фоне Потому что Я сама Практически Не слышу Так Ну думаю Достаточно Для пробы Следующая Проба Поролончик Без Шумодава Микрофон Уже Был Включен Сейчас Задувает Ветер Дождемся Порыва Посильнее Чтобы Было Понятно Как Оно И Как раз Летит Самолетик Как Удобно Даже Даже Удачно Получилось Что у нас Здесь Рядом Находится Аэропорт Эти Самолеты Садятся Каждые Пять Минут Давай Микрофончик Не Подведи Ну что Я Разговариваю При Пролетающем Самолете Правда Этот Поменьше Чуть Шумит Как-то Проба Получится Не Очень Равнозначное Но Посмотрим Зато Как тут Красиво Ну и Нам Осталась Последняя Проба Ветер Конечно Да Сегодня Не такой Сильный Это Уже Все Остальное Уже Выясним В процессе А сейчас Буду Пробовать Да Делать Последнюю Пробу Значит Без Мохнатки Без Хомяка И Значит С паролончиком И шумодавом Который Именно В микрофоне Встроен Включаю Шумодав Так Микрофончик Меняет Свет На Зелененький Значит Шумодав Работает Даже Я Вижу Отражение В экране Очень Удобно Да Так Где Ветер Ищем Ветер Которого Как назло Нет А Ветра То Нет Смотрите Как у нас Красиво Да Вот такая Вот пустошь Вроде Вот Ну Гореть Здесь есть Чему На самом Деле Но Все равно Такая Лысая Вроде Непрезентабельная А все Таки Блин Как-то Прикипела Я к ней Душой Может У меня Просто Другого Выхода Не было Нет Мне нравится Просто Все такое Пустынное Мало Народу Бродить Ветра Нет Что ж Такое Это Ладно Видимо Мы встретимся Когда будет Ветер Летит Наш Следующий Самолетик Хорошо Шумит Шумодав Работает Работает Ну Что Как Оно Как Оно Меня Слышно Или Что Смотрите Вот Сейчас Я Поворачиваюсь Севера И Что Происходит С небом Что Это Такое Это Не Облака Это Наверное Облака Смесь Со всяким Вот этим Вот С песком От Калимы Да С пылью От Пожара Посмотрите Какой Ужас Это Еще Мне кажется Камера Не Передает Постараюсь Немножко Отрегулировать Настройки Потом Цветопередачи Потому Что Вот Это Все Оно Желтое Такое Желто-серое Даже Зеленцой Наверное Все Вот Это Желто-серое Зеленцой Страх Страшный И Оно Постепенно Отвоевывает Себе Небо Идет На юг Да Юг У нас Вот Здесь Его Еще Не Затянуло Во Как Страшно Вот Еще Приготовила Сегодня Фрикадельки С овощами Очень 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 Вкусно Получилось Ну И мы К этому Еще На гарнир Рис Или Пюрешечку Делаем Манго Я Вот Заморозила Значит Я их Почистила Порезала Крупными Довольно Кусочками Уложила Вот так На тарелку И Как только Они Немножко Подмерзли Потому что Иначе Если бы я В пакет Убрала Они все Слипались Вот так Они Не очень Слипаются Это Я еще Эту тарелку Нагрузила А предыдущие Две Были Более Такие Ну Да Разгруженные Потом С тарелки Убираю И в пакет Разделяю Их Попутно Так что Да У меня Уже Два Пакета Вот Они Видите Все На кусочках Что это Было Кто-то Сунул Лапу В эту В дырку Все На кусочки Они Разделенные Вот так Вот Будет Я потом Буду Делать Я Почему Кстати Так Делаю Потому что Я Очень Не люблю Есть Вот так Вот Манго Добавлю Например Сахарозаменитель Вообще Ничего Не добавляю Просто Вот так Чуть Подразмораживаю Буквально Либо Оставляю На 5 минут Либо В микроволновке Тоже Минут Секунд На 10 И они Вот такие Полузамороженные Это такой И полудесерт Мороженое Получается Очень люблю Вместо Какой-нибудь Гадости Наесться А если Покупать Вот В том Магазине Который Замороженные Продукты Чисто То там По-моему По акции Последний раз 4 евро С чем-то Было То есть Гораздо Дороже Два раза А обычно Больше Чем в два раза В три в четыре раза Поэтому Ну и просто Вообще Экзотика Кто-то Заготавливает Обычно Там ягоды Какие-нибудь Черную смородину А я Манго Да По 10 евро За 4 килограмма Вот